Не просить человека в молитвенной форме, сделайте пожалуйста это, а именно утверждать, что вы обязаны с 18 для взрослого человека 10.00 находиться дома, для ребенка с 18 до 13.00. Естественно, при этом не надо повышать голос, не надо как-то оскорблять граждан. Центр общественной безопасности и народная дружина продолжают патрулировать улицы Уфы. Вооружившись даром убеждения, средствами защиты и разбившись на группы, общественники отправились в разъяснительный рейд. На сей раз в Сипаилово. Сегодня мы вынуждены усилить наряды по охране общественного порядка и по разъяснению тех норм, которые были приняты вчера правительством Республики Башксан, в том числе указом главы Республики Раде Фариточа, где были ужесточены нормы самоизоляции для граждан, где их присутствие дома обязательное. Вы обязаны дома находиться с 18.00 до 10.00 утра. Моложе? А почему тогда нарушаете весь мозг? Не надо забывать. Самоизоляция. Еще что объявили у нас? Что граждане старше 65, после 16.00 до 10.00 утра следующего должны находиться дома. И молодежь тоже. Кто у нас, какой режим объявлен Республике? Самоизоляция. У вас какие-нибудь документы есть у дочеряющих? А у вас есть защитные маски и так далее? Есть. Но почему не одеваете? Домой идем. Домой идем. Спасибо. До свидания. Пожалуйста. Нельзя перебегать дорогу в неположенном месте. Ну, конечно. 18.00 до 13.00 следующего дня должны дома находиться. Все, давайте сейчас домой. Мы не задерживаем, мы ЦОП только. Мы с людьми только объясняем, разъясняем, что вы могли людям дальше сказать, что нельзя выходить, а то в определенное время. Сотрудники ЦОП составляют протоколы, на основании которых нарушителей, вышедших из дома снова будут привлекать к административной ответственности. На 13 апреля 2020 года из 2500 нарушителей штрафы получили уже 600 жителей. Ну, некоторые граждане сегодня кивают и поддерживают, но основные моменты начинаются, как обычно. Как говорится, ну, сами говорят, мы знаем, мы посчитали. Некоторые граждане говорят, что мы только сегодня узнали и так далее. Провели некоторыми гражданами профилактическую беседу, но задерживать и составлять протоколы только имеет полномочия сотрудники полиции. Мы только граждане убеждаем, чтобы и требуем, чтобы они соблюдали данные положения, которые объявлены в нашем республике. Граждан, нарушающих режим самоизоляции, будут штрафовать полиция, МЧС и Росгвардия на основании статьи 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях. Однако, по словам общественников, сил пока недостаточно, чтобы загнать всех жителей домой. Поэтому набор в добровольные дружины для патрулирования улиц Уфы продолжается. Эльна Рахасанова, Александр Кузнецов, городской телеканал ЮТВ.